здравствуйте дорогие друзья и подписчики моего канала сегодня хочу вам предложить вот такой вкусный постный тортик здесь нет ни яиц ни молока крем у меня из аквафабы и сахарного сиропа кому интересно оставайтесь со мной и мы вместе с вами приготовим такой шикарный тортик для приготовления нам понадобится 350 грамм просеянной муки 30 грамм какао порошка это две столовые ложки добавлю 200 грамм сахара сначала я соединю все сухие продукты и одну чайную ложку с горкой соды сухие продукты хорошо все перемешаю в один стакан здесь у меня 350 миллилитров воды я добавлю одну чайную ложку уксуса все перемешиваю добавляю все в муку в смесь муки и сюда же отправляю 100 грамм это не полный такой стакан небольшой 100 грамм подсолнечного масла ванилин или экстракт ванильный лес ванильный сахар что у вас есть и все хорошо это перемешаю вот до такой однородной массы все перемешиваю выливаю все в свою форму застеленную пергаментной бумагой теперь отправляю все в разогретую духовку минут на 30-35 мой бисквит готов он постоял уже четыре часа остудился я сняла с него теперь пергаментный лист сейчас я обрежу с него края выровню немножечко посмотрите какой бисквит у меня внутри видите какой хороший обрезаю свой бисквит придаю ему форму и буду разрезать на три части посмотрите какой внутри он получается пористый мягкий очень сочный вы не обязательно даже пропитывать он и так очень вкусный режется он очень легко посмотрите как легко режется очень хороший пользуюсь я вот такими тоненькими досочками очень легко снимать чтобы не повредить бисквиты теперь я возьму яблочное пюре вы можете взять просто обыкновенное варенье и перемазать все коржи посмотрите как легко снимаются коржи с этих замечательных тоненьких досочек таким образом я поступаю со всеми тремя коржами накрываю фольгой даю постоять часа два чтобы бисквит стабилизировался для приготовления крема мне понадобится отвар гороха нута я беру консервированный вы можете сами сварить процеживаю и буду уваривать его буквально в два раза у меня получилось чуть больше чем 140 миллилитров отвара нута он очень жидкий я его буду уваривать наверное в два раза посмотрите я уварила сироп где-то минут 15 я уваривала у меня получилось тут 70 грамм отвара я выливаю в дежу миксера и буду взбивать взбивать нужно долго пока отвар не побелеет вот на этом этапе я добавлю ванильный экстракт или ванильный сахар можете добавить и начинаю варить сироп здесь у меня 140 грамм сахара и я наливаю воду так чтобы сахар вот прям чуть 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 покрылся посмотрите видите сахар у меня весь намок все значит воды больше не надо чем больше воды тем больше будете уваривать сироп даю сиропу теперь закипеть сейчас чуть-чуть я его перемешаю больше мешать его не буду оставляю чтобы он начал кипеть когда сироп закипит я чуть-чуть добавляют туда лимонную кислоту видите как у меня сироп кипит уже сейчас все перемешаю и проверю это сразу на шарик у меня стоит холодная вода я туда немножечко капаю если она у меня растечется значит варю дальше если я смогу собрать вот в такой шарик видите я собираю меня очень хорошо собирается сейчас я вам поближе покажу у меня получается как такая конфетка видите очень мягкий шарик все значит мой сироп готов и я его буду выливать в массу которая у меня взбивается сироп прям горячий видите он у меня кипит и прям кипящий сироп я вливаю в смесь которую меня сбивается он не боится горячего поэтому он будет хорошо взбиваться взбиваю минуты 3-4 если перебить этот крем то он потом будет очень такой вязкий а нам этого не надо в общем примерно 3-4 минутки я взбиваю и мой крем будет готов посмотрите какой крем у меня взбился он очень плотный он хорошо держит форму им будет очень хорошо работать достаю свой бисквит и сверху буду выравнивать кремом крем очень хорошим очень легко работать очень хорошо выравнивать поверхность сильно я выравнивать не буду потому что я хочу сделать гребешком волны сейчас насадкой звездочкой я просто сделаю бордюрчики быстренько сверху вот такими вот и запятыми я украшаю вот такой тортик у меня получился сейчас быстро накручиваю роза я окрашиваю распылителем сухие краски очень удобно и буду украшать таким образом роза в этот раз я решила накрутить на китайскую палочку она у меня деревянная поэтому очень хорошо все снимается вот такие розочки у меня будут посмотрите как хорошо этим распылителем очень окрашиваются получается очень красивые розы добавлю немножко листочков крем я тоже окрашивала сухим красителем зеленым посмотрите как хорошо крем держит форму вообще крем из аквафабы очень стабильный очень вкусный очень хороший он подходит к наполнению трубочек можете также украсить любые капкейки очень хороший крем особенно тем кому нельзя яичный белок по вкусу крем из аквафабы ничуть не уступает белково заварному крему смотрите какой прекрасный тортик можно приготовить в пост у кого есть день рождения юбилей или какой-то праздник сейчас я покажу вам его какой он получился в разрезе посмотрите как хорошо он режется тортик очень мягкий сочный крем очень вкусный посмотрите вот такая прелесть но очень хороший тортик видите какой мягкий прям аппетит ненький тортик у нас получился ребят кому понравился мой рецепт поставьте пожалуйста пальчик вверх поделитесь видео со своими друзьями подписывайтесь на мой канал всем пока и до новых встреч